МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорим о происходящем в Украине в студии Дарьи Вершиленко. Здравствуйте. Один военнослужащий погиб. Шестеро получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает штаб АТО. В Луганской области боевики режим тишины нарушали 4 раза в Новоалександровке. На Донецком направлении силы АТО под огнем оккупантов оказались 16 раз. Самые активные бои происходили в Авдеевском промзоне. Неспокойно было и на участке фронта Зайцево-Торецкое, и в Каменке. Тяжелое вооружение не применялось. На Мариупольском направлении спокойных участков нет. Окупанты нарушали режим тишины практически на всех ключевых пунктах обороны сил АТО. От Марьинки до Широкина. Враг использовал только стрелковое оружие. В Гранитном и Чермалыке стреляли снайперы боевиков. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов. Зафиксирован полет вражеского беспилотника. Двое украинцев, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун, освобождены из плена боевиков. Об этом сообщил президент Украины. Освобожденным предоставят необходимую медпомощь. Петр Порошенко заявил, что власть продолжает бороться за освобождение всех украинцев. Жемчугов находился в плену боевиков с конца сентября 2015-го. Когда начались военные действия на Донбассе, он вывез из Красного Луча близких. Позже привозил продукты и лекарства. Случайно подорвался на растяжке. Получил тяжелые травмы глаз. Ему оторвало руки. Осколки зашли в живот и бедра. Владимир пытался наложить на себя руки. Вышел на дорогу и хотел, чтобы его сбила машина. Но лишь привлек к себе внимание и попал в руки боевиков. Они обвинили его в подрыве железнодорожных путей и линии электропередач. Украина за мир, но на своих условиях. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече Ялтинской европейской стратегии. Так он прокомментировал вопрос о дальнейших отношениях с Россией. Глава правительства отметил, существующий конфликт не ограничивается Украиной и Россией. Он более глобальный. Это конфликт между двумя мирами. Демократическим и тем, который не понимает, что такое демократия. Сегодня это вызов для всех демократических стран. Стран современного мира, которые считают, что ценности нельзя менять силой. Что за ценности надо бороться. Я глубоко верю в то, что придет мир, но на наших условиях. Это означает только одно. Агрессор должен отказаться от своих планов. Планов убивать, захватывать, угрожать. В США не признают российские псевдовыборы в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Джона Кирби. Позиция Соединенных Штатов относительно Крыма неизменна. Полуостров – это неотъемлемая часть Украины. И санкции против России, связанные с незаконной аннексией Крыма, останутся до его возвращения под контроль Украины. Напомню, Россия планирует провести выборы в Госдуму, в том числе и на территории оккупированного полуострова. Голосование запланировано на 18 сентября. Украинская сторона неоднократно призывала Россию не проводить выборы в Крыму, а мировое сообщество не признавать результаты голосования. Сегодня в Украине отмечают День спасателя. Представителей этой опасной и чрезвычайно важной профессии поздравил президент Украины. Он отметил, работу спасателей можно сравнить только со службой украинских военных, которые каждый день рискуют жизнью на фронте. На полигоне в Киевской области глава государства наградил лучших и вручил ключи от квартир. Также пообещал улучшить материально-техническое условие на службе и реформирование государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарный инспектор не должен наводить ужас на предпринимателей. Он должен спасать жизни людей. Я думаю, что ни один собственник предприятия не хочет, чтобы оно сгорело, а значит готов проявить собственную ответственность и за сохранение жизни работников и своей собственности. Только что я ознакомился с новой системой профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, которая предусматривает, что в дальнейшем будут контролироваться только предприятия высокой зоны риска. Презентация нового самолета Ан-178, открытие первой выставки двигателей самолетов и первый раскрашенный лайнер. Так встретил гостей авиационный фестиваль Украины. Посетители смогут увидеть не только новинки, но и пощупать историю, ведь здесь представлены самолеты, которые в разные времена бороздили небеса Украины. Можно даже побывать в президентском самолете. На праздники авиаторов побывала Алена Клюску. Железную птицу Ан-178 впервые представили украинской публике. Проектировать ее начали в 2010 году. Сейчас самолет проходит летное испытание, но уже успел побывать на лондонском авиафестивале Фарнборо-2016. Там после демонстрационных полетов получил хорошие отзывы международных экспертов. Грузоподъемность Ан-178 более 16 тонн. Перевозить он будет военные грузы. Как только воздушный грузовик пройдет все испытания, его поставят на серийное производство. Самолет боевой находится в своем классе, и он пока уверенно держит линию на свою реализацию. Он может практически перевозить и десантировать грузы, те, которые на сегодняшний день находятся на вооружении практически всех Министерств обороны для этого класса самолета. И второе, что он по своему технико-экономическому показателю топливной эффективности, весовой отдачи, он очень экономичный. А этого разноцветного красавчика зовут Ту-134. Это самый большой раскрашенный самолет в Украине. Разрисовал его художник Андрей Ковтун. На работу ушло 7 дней. Говорит, узнал о том, что самолет нуждается в реставрации, однако пришла идея одеть его не в серый костюм, а в необычное яркое одеяние. Когда-то давно я прогуливался музеем и заметил, что стоит Ту-134, который в музее не было финансово отреставрировать. Я напрямую обратился к работникам музея с идеей сделать индивидуальный проект по поводу этого самолета, рисования. Я больше опирался на то, какие есть плоскостя для рисования. Очень достаточно сложный объект визуально. И сложно сразу дать какой-то результат. Я переделал эскиз трижды. А это самолет-фотограф Ан-30. На нем Владислав летает более 15 лет. Предназначена такая железная птица для наблюдения и аэрофотосъемки. Благодаря его работе составляют карты. Это как бы самый мирный самолет. У него вооружения как такового нет. Плюс мы много таких задач выполняем по аэрофотосъемке. Когда-то мы карту Киева делали. Ну, с ним заказы были такие. Были заказы. Когда надо было снять чернобыльский этот сарафаг, ну, выполняли работу. То есть надо было отчет, как его сделали. То есть много таких вот задач. Для тех, кто хочет узнать, как же летают президенты, распахнул двери вот этот Ту-134. На нем в свое время совершали воздушные вояжи главы Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. В 1980-м во время Олимпиады он перевозил министров и дипломатов дружественных стран. Построен в 1979 году и служил до 2012-го. За 33 года работы Лайнер совершил 16 тысяч взлетов и посадок. Сейчас он стал экспонатом в Государственном музее авиации. В 2014-м году, в декабре месяце, его перевезли из Борисполя в музей. И открыли его в музее в октябре 2015-го года. Ну и с тех пор уже просмотр проходит. Ну, так люди довольны. В целом посетителей авиафестиваля смогут увидеть 70 самолетов и вертолетов. Не забыли здесь и о сердцах стальных птиц, пламенных моторах. Открыли целую выставку. На ней представлены двигатели всех классов. Есть даже от кукурузников и истребителей Второй мировой войны. Изюминка коллекции – самый старый двигатель «Гном Рон» 1915-го года. Крепился он к винту самолета. Самолет невозможен без двигателя, потому что двигатель – это сердце самолета. Мы представили двигатели всех типов. Поршневые двигатели, турбореактивные, двухконтурные турбовентиляторные, вспомогательные силовые установки. Авиафестиваль в Киеве проходит в Украине с 2013 года. За это время мероприятие посетило более 110 тысяч человек. Традиционное место его проведения – Государственный музей авиации. Алена Клюско, Тимофей Сорокин, UATV. Эпатаж и кураж Гогольфеста. В Киеве открылся девятый международный фестиваль современного искусства «Гогольфест». Тема этого года – миф о Вавилоне в привязке к современности. Зрители удивляли новым творением чародея современного театра Влада Троицкого – перформансом «Шоу В». Показали почти детективную историю о том, как строилась Вавилонская башня и почему она рухнула. Перформанс соединил в себе элементы цирка, оперы, театра, кукол, медиа-арта и музыки. Фестиваль в этом году стал вкуснее в буквальном смысле этого слова. Ведь организацией фудкортов занимаются создатели фестиваля уличной еды. Также здесь проходит самая большая киевская барахолка «Кураж Базар». Люди на самом деле жаждут честности, правды и на самом деле любви. Поэтому, если ты честен перед собой, перед небом и перед людьми, ну вот ваша и встреча. Триумфально начала свое шествие в отборочном турнире чемпионата Европы «Наша главная женская волейбольная сборная». В первом матче группового турнира, который стартовал в Южном, подопечные Гарри и Еге Азарова в трех партиях разгромили сборную Австрии 3-0. Стартовый сет украинские красавицы провели несколько скованно. Вырвали победу только на больше-меньше 26-24. В следующих партиях остановить украинских волейболисток было практически нереально 25-13 и 25-13. Статус фавориток этой встречи они оправдали. «Наша команда уже с 2014 года не провела ни одной домашней игры. И вот первая домашняя игра, как бы я их ни готовил, девочки все равно волновались. Вы это видели, что очень большое количество простых ошибок, которые не свойственны нашим игрокам. Но сумели все-таки найти в себе силы, найти, подключить, как сказал Светлана, тот опыт, то мастерство, которое в концовке решило исход этого сета в нашу пользу». Уже скоро обновленный выпуск «Больше новостей» на сайте Украинформа.